Приветствую вас, Александра. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Ну, в первую очередь хочется сказать, что если вы фиксируете у себя зависимость от человека, то, на мой взгляд, все остальные вопросы не особо-то имеют смысл разбираться, потому что зависимость – это то, что довольно существенно, как мне кажется, искажает ваше, ну, например, представление о, допустим, себе, ваше представление, допустим, о человеке. Вот. Довольно серьёзно искажает в целом всю картину. Поэтому нужно понимать, что зависимость – это ваша собственная, я бы сказал, личностная проблема. И в первую очередь, наверное, нужно решать её, да, а не что-то другое, соответственно. То есть, как бы, это вот такой довольно важный момент здесь, на который хотелось бы обратить ваше внимание. При работе зависимостью уделяют внимание самооценке, личным границам, вот, и себе в целом. А также решают проблему страхов и так далее. Вот вы говорите, что боитесь, что он исчезнет, очень похоже на то, что боитесь вы их быть брошенной, очень похоже на то, что есть у вас такой страх, ну, соответственно, с ним нужно, как вы понимаете, работать. Иначе, просто так он вас от страха не отпустит. Ну, по понятным причинам, в принципе, я думаю. Вот. Это как бы само собой. На мой, по крайней мере, взгляд. Вот. Дальше. Значит, следующий момент, на который, вот, хотелось бы ваше внимание обратить. Это на то, как вы в целом себя, ну, с человеком ведете. Да? То есть, я имею в виду, как вы относитесь к себе, как вы, ну, воспринимаете, например, себя, да? Вот. Это вот такая довольно важная история. Вот. Я бы сказал, довольно важная история. Но о которой тоже нужно обратить внимание. Потому что мне лично показалось, что к себе вы относитесь, ну, достаточно негативно. Вот. То есть, мне, мне, лично мне показалось, что к себе вы относитесь достаточно обесценивающе. Вот. Ну, а это, по столице, я могу здесь ошибаться. Вот. Поэтому тут нужно смотреть. Смотреть, как обстоят дела и смотреть, чего вы хотели бы. В принципе. Вот. Немаловажным, немаловажной, точнее, истории является то, что вы хотите семью. Вот. То есть, почему-то вам вот очень важно семью иметь, построить там и так далее. Вот. И тоже хотелось бы с этим поработать. Вот. Хотелось бы это вот несколько поисследовать, да? Вот. Вот. Что для вас, какое значение для вас имеет семья, почему вы так вот хотите. И дело, что это для вас значит и так далее. Вот. Такая вот история. По поводу реакции. По поводу реакции. Как вот вам реагировать? Если он появится в вашей жизни вновь, да? Мужчина, наверное. Я бы обратил внимание на такой аспект, как на чувства. Ваше чувство. Вот. Вы, как бы, ну, переживаете там, для того, что вам перескал говорить про ребенка и так далее. Вот. Вот. Я бы как-то вот обратил все-таки ваше внимание куда-то вот сюда. Вот. То есть это... И в первую очередь, посмотрел бы на то, что вам нужно. Вот. Опять же. То есть мне кажется вот, что это довольно важно. Вот. Вот. А вот. Такой ответ. В принципе, я мог бы вам дать. Сейчас, по крайней мере. Вот. С точки зрения вот психологии. Дальше. Если вы устраиваете отношения с, как вы говорите, мужчиной к карьеристом, вот, то, собственно, нужно понимать, что... карьера для него на первом месте с одной стороны, с другой стороны это может быть страх. Вот. Ну, как бы, страх, ну, как бы, страх, ну, сблизаться с вами. Вот. И, соответственно, важно, понимать, что человек может, ну, целенаправленно, целенаправленно как-то вот уходить. В работе лишь бы вот не... Ну, лишь бы не сталкиваться с определенными аспектами. Вот. Поэтому, вот, крайне важно в этом отдавать вам себе отчет. Как мне кажется. Вот. Ну, опять же, здесь... Ситуация может варьироваться от того, что он, там... Ну, условно говоря, человек... Хочет, чтобы женщина в отношениях с ним была ему равной, например, да? Допустим. Вот. И варьироваться до того, что женщина вообще должна полностью подчиняться мужчине, как бы. Вот. Тут, ну, вот. К сожалению, варианты, ну, вот такие варианты. Вот. И, как бы, ну, вот. Я бы сказал, что вы либо принимаете человек таким, вот. Либо вы его не принимаете, это уже ваш выбор, ваша решение. Вот. На мой взгляд, это вот как-то класс. То, на что вам можно обратить свое внимание. Вот. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Вот. Хочу, вот, обязательно, ну, повторить. Важную, как мне кажется, мысль о том, что... Вам нужна помощь психотерапевтическая, ну, вот, там, например, как правило, самостоятельно. Люди не могут выйти из, эм, созависленных отношений. Вот. И, соответственно, связано это с тем, что человек находится в рамках привычной, ну, вот, своей, собственно, привычной модели поведения. Вот. И, по-моему, вот. Очень, 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 вот, сложно. Это мне нужна поддержка. Как, ну, вот, как правило. Я бы, конечно, вот, в целом обратил бы ваше внимание на данный аспект. Ну, вот. Потому что, ну, как мне кажется, это важно. Вот. В целом, конечно, вот, один из, э, основных, э, вопросов, которые, э, хочется вам задать, э, хочется вас спросить, э, э, а почему вы, э, так, э, себя не любите? Ну, вот, то есть, как бы, вот, с чем связано, что, э, э, вот, вы, э, так, э, себя не любите? Что, вот, ну, позволяет человеку, вот, вот, так с вами обращаться, э, какие филины? Вопрос, э, вот, связан с, э, э, с, э, вашими желаниями, которые вы, э, э, ну, может быть, не очень, не очень, не очень осознаете. Вот. Э, или может быть, э, э, делать все связано с этими, заниженной информацией, которые, у вас, вот, вот, э, изначальной есть. Вот. Поэтому тут, конечно, нужно смотреть, исследовать и уже в ходе этого думать, что вам делать дальше. Ну, если, конечно, в это вы хотите. Вот такой ответ мог бы вам дать совсем. На этом все, пожалуй, надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам. А в этом обратно с вами. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам самого доброго, всего удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет полностью разрешена, в том числе и с помощью психотерапии. Продолжение следует... Продолжение следует...